МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просыпайся, Лежебока! Учение свет, а не учение тьма! Кто хотим? Кто хотим? Что, голубчик, привык, что ты меня обычно будешь, а сегодня я тебя бужу! Давай, вставай, погода отличная, пойдем в поход! Ребята, здравствуйте! Эйнштейн прав, пора читать ваши письма. Так, пишет Саша Костиков из Рязани. Профессор, а ведь все чем-то мерят? Массу килограммами, расстояние метрами, силу ньютонами, ну и так далее. А чем ток мерят? Вольтами, да? Прекрасный вопрос, Саша! Чем ток мерят? Чем, чем, чем? А это зависит от того, о какой характеристике тока мы говорим. Как мы помним, электрический ток – это движение заряженных частиц. Но не абы какое, а упорядоченное. Этими частицами могут быть как электроны, так и ионы. Чем больше электрический заряд, перенесенный частицами за определенное время, тем сильнее действие тока. Итак, вот вам первая характеристика электрического тока. Сила! Да, сила. Силу тока обозначают буквой И. И она равна величине электрического заряда Ку, прошедшего через поперечное сечение проводника за единицу времени. В системе Си единицей измерения силы тока, дорогой Саша, является 1 ампер. Назвали ее так в честь великого французского ученого Андре Ампера. Отличный вопрос, голубчик. Так, как думаешь, может быть этим? Нет, нет, нет. Нет. Тогда может быть этим? Нет. Правильно, дружище, не этим. Хоть динамометром и мерят силу, но только не силу тока. Ведь для этого случая есть специальный прибор. Амперметр. Сила тока в 1 ампер – это очень много. А теперь поговорим о другой характеристике тока. О напряжении. Напряжение сразу же открою вам секрет. Измеряют в... Вольтах. Браво, маэстро, браво! С Александром Вольта мы с вами уже знакомы. А с вольтметром еще нет. Знакомьтесь. Этим прибором, ребята, измеряют электрическое напряжение. Под действием сил электрического поля происходит перемещение заряженных частиц из одной точки проводника в другую. Силы электрического поля совершают работу. Напряжение показывает, какую работу совершает электрическое поле при перемещении электрического заряда из одной точки проводника в другую. Напряжение обозначается буквой У и вычисляется по формуле. Где А? Это работа тока, а Ку? Это электрический заряд. Для образования тока, ребята, нужно, чтобы в разных частях проводника было разное количество заряженных частиц. Тогда будет совершаться работа. То есть в проводнике возникнет электрическое поле. В физике это называется разностью потенциалов. Напряжение этого гальванического элемента очень мало. Всего полтора вольта. А напряжение, которое доставляет нам городская электрическая сеть, 220 вольт. Вот это напряжение очень опасно. А вот напряжение молнии может доходить до 10 миллионов вольт. Страшное напряжение. Страшное, страшное. Ах ты трусишка. Мы же говорили в прошлой программе про такой предмет, как грамма-отвод. А для городских обывателей, дорогой Саша, наверное, самой главной величиной в токе является киловатт в час. Ой, голубчик. Что-то мы с тобой электроэнергию расходуем очень много. Неэкономно совсем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В компьютер, небось, играешь довольно долго, да? Постоянно играешь в компьютер, а по счетам мне платить. Сладу с тобой нет, дитя, 21 века. Вот я в твоем возрасте на улице, да на улице все время проводила, гуляла, в лес ходила, а ты все смотришь телевизор. Эш ты хороший, эш ты хороший. Как мы помним, друзья мои, в атоме мерят мощность. Термин киловатт-час мы используем, когда подсчитываем потраченную электроэнергию. Это количество энергии, которое потребляет какое-либо устройство мощностью 1 киловатт в течение одного часа. Отсюда и обозначение. Киловатт час. Заметьте, что мы умножаем мощность на время, а не делим. Смирно читать письмо. Есть читать письмо. Гоша Пешков из Королева спрашивает, а почему электрические провода из железа делают? Почему? Почему? Вообще-то, Гош, не из железа, а из меди. Начнем с того, что разные вещества по-разному проводят ток. Лучше всего электричество проводят серебро и медь. Поэтому-то обычно используют медь. И серебра дороговато. Сам понимаешь. Те материалы, которые хорошо проводят ток, обладают наименьшим удельным сопротивлением. Что такое сопротивление? Сопротивление, Эйнштейн, это очень важное понятие. Без него никуда ни физику, ни электрику. Если сопротивление проводника высокое, то сила тока будет маленькой. А если пустить ток с таким же напряжением, но по проводнику с маленьким сопротивлением, то сила сразу же возрастет. Но сопротивление зависит не только от материала, из которого изготовлен проводник, еще от длины. Чем длиннее проводник, тем сопротивление больше. От толщины? Правильно, дружище. Но тут все наоборот. Чем толще проводник, тем его сопротивление меньше. Вот вам формула, друзья. R равно P умноженное на L деленное на S. Где R? Это сопротивление. Измеряют его в Омах в честь великого немецкого физика Георга Ома. Много новых знакомств сегодня, не правда ли, друзья? Но не будем отходить далеко от темы. P это удельное сопротивление вещества проводника. Это величина, которая показывает, какое сопротивление будет у проволоки из этого вещества длиной в метр, а толщиной в миллиметр. L это длина проводника. А S это площадь сечения. Итак, чем больше площадь поперечного сечения, тем меньше сопротивление. Представьте себе, что наш отряд это заряженные частицы. Заросли это сопротивление проводника. Наши храбрые ребята замедлили свой ход. Значит, сила тока стала меньше. Как им помочь? Похоже, нужно поднять их боевой дух. То есть увеличить напряжение. Оркестр душ! Мы с вами только что вывели закон Ома. Сила тока зависит от напряжения и от сопротивления. Чем больше напряжение, тем сила тока больше. Этот закон запомнить проще всего с помощью вот такого вот треугольника. Смотрим внимательно. Пользоваться им легче легкого. Закрываем ту величину, которую нам нужно определить. Ну, закроем, например, напряжение. Это буковка У. Две оставшиеся величины находятся на одном уровне. Значит, их надо умножить одну на другую. Закроем теперь сопротивление. Это у нас буковка Р. Напряжение У. Теперь над силой тока. И. Значит, надо разделить верхнюю величину на нижнюю. Вуаля! Пишет Элья из Москвы. Почему лампочки светят? Почему? Почему? Эля нам даже рисунок свой прислала. Посмотрите, как красиво. Здорово, да? Почему светят лампочки? Мне совсем не до лампочки. Потому что без света даже лето не лето. Вот эта лампочка Эля называется лампой накаливания. Почему накаливание? Да потому что она светится благодаря тому, что нить внутри нее сильно-сильно раскаляется. И благодаря этому светится. Любой проводник, по которому идет электрический ток, нагревается. К этому выводу впервые пришли, независимо друг от друга, Джеймс Джоуль и Эмилий Христианович Ленц. Нагревание проводника зависит от его удельного сопротивления. Обратите внимание. В лампочке используется нить накаливания, сделанная из вольфрама. Эйнштейн, а почему ты не спрашиваешь? Почему, почему? Почему, почему? Вот, другое дело. Действительно, почему вольфрам, а скажем не железо, у которого удельное сопротивление в два раза больше? А дело в том, что у вольфрама очень, очень, очень высокая температура плавления. Это вещество начинает плавиться при температуре в 3387 градусов по Цельсию. А железо при 1539 градусах по Цельсию. Тоже неплохо, но спираль в лампочке может нагреваться до 3000 градусов по Цельсию. Поэтому вольфрам лучше подходит, он более тугоплавкий. Тугоплавкий! Тугоплавкий! Чтобы нить не окислялась, колбу лампочки наполняют аргоновым и криптоновым наполнителем. Ого-го! На сегодня пора заканчивать, дорогие друзья. А то так мы с Эйнштейном на электричку опоздаем. Вы уж извините. Тан-тан-тан-тан-тан. Да, пишите мне обязательно письма с вопросами. По адресу 109-147. Это индекс. Москва, улица Марксистская, 34. Корпус 7, телеканал Радость моя. Профессору Хварку. Или на сайт телеканала www.radostmoja.ru Пока! И уходя из дому, не забывайте выключать свет. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова